Всех приветствую, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю всякого блага, счастья, радости, любви, мира, терпения в души ваши прежде всего, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей. Всем желаю всего самого хорошего, доброго денька и отличного настроения. Сегодня поговорим на такую тему, я на канале Христолюб, Библии и Иные Писания, Чтение. Сейчас мы подходим к, ну читаем Нагорную проповедь по Евангелию от Матфея и там как раз место, вы помните, где о разводе не прелюбодействую, не смотри на женщину с вожделением. И вы знаете, я хотел записать там, так скажем, большой ролик, но решил, что это будет совсем неподъемный и необъемный ролик и я решил разделить его. Конечно же, можно было все равно зачитать его на канале Христолюб, Библия в контексте книги бытия, творения человека. Но я все-таки решил выделить в отдельное, так скажем, видео, записать его и выложить здесь на проповедях. Мы, конечно же, сегодня пойдем по тексту, по первой и второй главе книги бытия и поговорим именно опять о творении человека, о мужчине, о женщине, о браке, об отношениях, что-то с этим связанное все. Пишу я, кто, конечно, смотрит последовательно, я его, конечно же, вставлю в плейлист и здесь на канале проповеди голоса, пищу в пустыне, потому что есть у меня плейлист Бог, человек, вселенная, мир. Там я, естественно, на Христолюб, Библия вставлю его в плейлист книги бытия, да может быть даже и в Матфея туда поставлю. Потому что мне хочется, чтобы эти ролики были связаны, но чтобы тот просто нереально не был большим, а здесь тоже поговорим так более в свободной форме, я решил его здесь записать. Я вас всех приглашаю, кстати, на свой сайт Христолюб. Новая версия. Здесь вы найдете все книги новые, Ветхого Завета и вот то, что все по темам я разбиваю. Но хочу сказать некую вещь, все-таки маленькое такое предисловие по книге бытие, да. Вот почему-то у многих убеждения есть, я уже что-то только не слышал, что и первая глава это от Бога, все остальное от сатаны. И что в первой главе человек, Бог творит человек, потом сатана его как бы там что-то с ним делает. Я в это абсолютно не верю, я это не исповедую. Книга бытие такая же, как и все книги, входящие в корпус и Ветхого, и Нового Завета, они исторические. Ну, есть, конечно, и учительские книги у нас, как есть Писание, Послание Апостолов, допустим. А основная масса книг, она, конечно, историческая, где последовательно описаны определенные события, да. То же самое книга бытие. О чем нам повествует первая глава? Вначале сотворил Бог небо и землю, да. И мы читаем, как было это творение. Заканчиваем мы чем? Господь творит в шестой день всех животных, в которых души живые, и человека. Господь творит, кстати, кто не задумывался, в один день с этими животными. Вот. Нам все это кратенько описано, да. Господь говорит, что в пищу он дает. Но мы сегодня об этом почитаем. Хотя нет, сегодня-то мы о пищи не будем читать, да. Вот. Вторая глава. Надо, конечно, всегда понять, что главы эти все делили люди. Вот. И поделили их, как хотели. И я вам так скажу, что порой даже если бы я их делил, тут не на кого грешить. Очень тяжело разделить. Вот, допустим, первый абзац второй главы. Вы знаете, он прилипает как к первой главе, как итог. Так совершено небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог в седьмом дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог в седьмой день, и осветил его, и бы почил в него от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Казалось бы, этот абзац можно и к первой главе прилепить, как послесловие, и наоборот, как предисловие к первой. Ну, их, я бы сказал, все-таки больше, что правильно отнесли, что это предисловие опять. То есть, первая глава нам кратко рассказывает о творении земли, в том числе человека. Но так как здесь, казалось бы, это можно было бы отнести к послесловию первой главы, но так как здесь написано, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, то, конечно же, здесь мы понимаем, что это все-таки не послесловие, а действительно предисловие ко второй главе. Если первая глава, вот мы, я не зря с вами ее пролистал, хочу, чтобы у вас все это на глазах было. То есть, мы видим творение, да, шесть дней, как Господь все это творит, да, и человека тоже нам описано кратко это творение. Что делает вторая глава? Вторая глава уже нам более подробно, мы как будто, знаете, есть, как говорят, воронки, да, когда мы погружаемся куда-то. Вот так и это, нам сначала раз, два, три, четыре, пять, там, шесть, семь дней описано, да, потом мы погружаемся куда-то, шестой день мы, хоп, еще туда вдвинулись, и мы уже читаем именно сотворение человека. Почему-то отделяют вторую главу, я говорю, я что только не слышал, что это там от сатаны, почему? Типа не связь никакая, начинается, типа уже было творение человека, да оно просто описано, вы заметьте, мы сейчас прочитаем с вами, как это описано кратко в первой главе, и целая вторая глава именно уже посвящена, то есть она просто раскрывает. Там нам кусочками набросали, как оглавление, ну, возьмите оглавление, ведь оглавление, это же часть книги, это просто кратко, что там будет. Есть краткое содержание, кто знает, есть эти, как это в начале книги-то пишется, ну, не критика, а тоже, когда дают, ну, такую, скажем, да, вводную, что будет, о чем вообще книга, какой ее смысл. Ну, вот как я сейчас к любой странице, к любой этой книге можно назвать страницей интернет, да, я пишу такие вот краткие тоже мысли, да, о чем это вообще книга. Поэтому я, честно, не понимаю тех людей, которые вторую главу не признают, уже со второй главы считают, что там уже написано деяние сатаны, мне это, честно, чуждо, я говорю, как есть. Читать мы будем сегодня не здесь, в темах есть у меня раздел «Человек», я даже пока не делил там на человек, там, брак и семья, я, честно, все пока в одну страницу запихал, что можно было. Мне так видится пока правильно, вот, ну, возможно, в будущем буду делить, пока не знаю. Сегодня мы, конечно, будем читать только «Бытие», первую, вторую главу, ну, и то не целиком, а вот именно места, ну, первую главу чуть-чуть, вторую, в принципе, целиком, да, мы читаем. Я, знаете, соберу, в принципе, здесь, я на разные темы, у меня ролики есть, Ева как помощница там Адама, да, сотворение человека, уж на «Христолюб», как сейчас я этот канал назвал «Библия чтенияных писаний», Уж там я книгу «Бытие» начинал несколько раз, и вот эти с первую по третью главу, с первую по шестую, там у меня три круга, сейчас мы там целиком «Ветхий завет» читаем, остановились на царствах, на книге Руй. Как я говорил, не факт, что я когда-нибудь в жизни второй раз буду читать «Ветхий завет» на канале, но книгу «Бытие» я, возможно, буду еще, еще, еще раз читать. В ней много пользы, она интересна, удивительна, и настоящий ученик Христов, Дитё Божие, всегда найдет там для себя пользу. Ну, давайте читать, как нам это описано в книге «Бытие». И сказал Бог, первое «Бытие», первое, 26-28, всего три стиха, я почему говорю, я не понимаю, почему вторую главу отделяют от первой, это для меня удивительно. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». На этих страницах я специально, почему читаем небытие, я ушел от того, что я комментирую непосредственно, так скажем, оригиналы текстов. Почему говорю, а здесь стал себе позволять уже душу, отрываться по полной, душу отводить, да, и писать уже свои комментарии. По сути, это такие мои маленькие статьи, или все это можно, в принципе, вот эти вот темы, которые вы видите, все это можно назвать, ну, статьями, да, или комментариями, конечно, более подробными. То есть, сами тексты библейские, вот эти книги, которые, конечно же, у меня полно иллюстраций будет, это мой формат, мне он нравится, но, как вы видите, всякие комментарии я теперь стараюсь подчищать. В той же самой, сейчас, второй главе, где мы читали, раньше у меня тут все сереньким было, я тексты почистил, кто будет читать оригинал, ему будет это удобно. А уже мои все комментарии, во-первых, я стал более подробно писать, не как раньше, много говорил, чуть-чуть у меня. Я стал сам эти свои мысли все набрасывать, чтобы их не забывать со временем, чтобы проповеди были намного полноценнее каждый раз, чтобы не упускать какие-то моменты. Почему я говорю, что сегодня я постараюсь даже, может быть, все когда-то свои ролики записаны и как-то в это, в одном месте сказать, да. Я даже буду прям зачитывать сначала свои комментарии, самому себе напоминаю, может быть, что-то, как и мне, подсказки, и потом уже что-то еще так в свободной форме говорить. Бог творит одного бесполого человека без имени, по своему образу и подобию, ибо Бог един и неразделен, нету на нем мамы и папы, один нераздельный Бог, который нам и отец и мать, и человек сам в себе имеет, и мужское и женское начало, потому нет разницы между полами. Что мы читаем? И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотами, да. И написано, и сотворил Бог. Тут, кажется, сначала сотворим человека, и говорит Бог. И знаете, вот это там в еврейском начинает элохим, боги там, православные это притягивают, под троицу, те, кто маму-папу проповедует, теперь под маму-папу это притягивают. Я вам честно скажу, вот в простом синодальном переводе, по-моему, точно так же сказано и в... Мы можем, кстати, с вами параллельно все-таки открыть я. Давайте откроем новый русский перевод. Вот, Бытие 1.26. Что тут у нас есть? Потом сказал Бог, создадим человека. Что в новом русском, что в синодальном написано, просто Бог. И я тут согласен и аминь. И сказал Бог, сотворим человека, не людей, а человека, одного единственного. Почему тут уже написано и владычеству уют? Ну, потому что потом, здесь нам кратко написано, потом Бог разделит человека, на двух людей, на мужчину и на женщину. И сотворил Бог не людей, а человека, одного. По образу своему и подобию Божьему сотворил его. Именно благодаря этим стихам я проповедую, сам исповедую, сам проповедую, что Бог один. Бог един, Бог не разделен. В Боге Бог ни мужеского, ни женского пола, Он просто есть. Он бытие, Он энергия, Он весь этот мир, потому что все это Его мысли. Он, Иисус Христос, явление Его, хотите образ Его. Именно поэтому, я всегда говорю, почему вот, что-то и заладил Иисус Бог. Я говорю, слушайте, ну я образ и подобие Бога. Я на кого похож? Возьмите любую религию. Многие даже говорят, что ну да, человек это Бог, похож на него. Скажешь, а что такое Бог? Ну это вселенная, это какое-то начало, кто там что? Кто монотеизм, кто монизм исповедует? Ну кто знает, монотеизм это вера в единого Бога. Монизм это вера в единое начало, просто что все и с одной точки там произошло. Слушайте, ну я на никакую точку не похож. Я реально, когда Бог явился во плоти, я убедился, я еще, почему я говорю, еще больше убедился в этих стихах, что я образ и подобие Бога. И написано, что мы с женой образ и подобие. Вы знаете, я в этот мир один пришел, и отсюда из этого мира ухожу один. Я один человек, именно я личность. Личность. Вот это все, когда два вплоть едины, до чего мы сегодня дойдем. Думаю, человек сам по себе совершенен и абсолютно целостен. И каждый из нас, кто заглянет в свое сердце, это прекрасно понимает. Многие из нас не женятся до конца или не выходят замуж до конца жизни. Кто-то расстается, кто-то разводится. Да и вы знаете, все семьи говорят, что когда помираешь, помираешь один в оконцовке. И между тобой и Богом уже никого нет. Человек – полноценное существо. Сотворил Бог человека по образу своему и подобию. На кого я похож? На Иисуса Христа. Это не Он на нас. Надо просто... У нас, знаете, не укладывается... Вот это я сколько с христианами даже общаюсь. Я понимаю, что вот настолько у Него приземленное языческое мышление, что если я проповедую, что человек – Бог, это значит, я – язычник. Я говорю, слушай, ну так не Он же наш образ и подобие, а мы – Его. Ты наоборот, посмотри. Именно благодаря этой истине, всем доступной, я и проповедую, что я – образ и подобие Бога Иисуса Христа, одного человека. Я – сам человек, и одного Бога человека я – образ и подобие. Я утверждаю, что первый человек благодаря этим стихам был абсолютно бесполым существом. Потому что мужское и женское – только начало, как это говорит, было в нем. Сам он был. Я говорю, хотите, бесполым. Кому-то эта фраза, кажется, да, такой, знаете, может быть, обидной. Но что тут обидно, я просто не пойму. Вы знаете, у нас просто то, нам кажется, истиной то, что естественно. Но то, что сегодня естественно, завтра может быть уже не истиной. Река течет, и она сегодня здесь течет, завтра там. Ну и что? Просто мы привыкли, и знаете, вот живя в этом, мы не можем даже отысть. А тысть, вот нам истинно в книге описано. И сотворил Бог человека. Один Бог сотворила человека по образу своему и подобию. У меня картинки достаточно говорящие, как вам кажется. Чего тут непонятного? Просто в одном человеке и мужское, и женское начало. Мне кажется, все очень даже складненько. У меня лично все складывается, никаких противоречий, если честно, нет. Дальше я пишу. Скорее всего, творит человек младенцем и разделяет его на мужчину и женщину, когда он достигает половой зрелости ума и тела. До этого, как и ребенка, его интересует лишь окружающий мир, без людей. И когда он достигает до полноты познания окружающего мира, начинает тосковать по такому же, как он, человеку, который сможет разделить с ним радость этого мира, и которому он же сам сможет дарить радость через дела любви, как и Бог дарит ее нам, ибо человек из потребителя созрел додавателем. Вы уж на мой корявый язык не обращайте внимания. Я, в принципе, пока делаю их для себя. Потихонечку буду шлифовать, потому что с писательским даром у меня проблемы. Если дар косноязычного слова хоть какого-то у меня есть, то дар написания у меня с ним проблемы. Что я хочу сказать? Жалко я еще одну картинку. Я забыл. Вот надо себе пометить. Сейчас. Я хотел еще одну говорящую картинку добавить, но забыл и уже начал записывать ролик. Я утверждаю, что человек был создан младенцем. Как хотите. Как его Бог создал. Из цветочка он вышел или еще откуда-то. Удивительного здесь ничего нет. Вспомните про Маугли. Это, кстати, реально. Кто в курсе, это на основе реальных событий. И кто не верит, я только недавно видел реальным... Сейчас не найду, может, это можно найти. Посмотрите, дети джунгли или что-то такое. Только недавно девочку, по-моему, или мальчика тоже... Или кто-то утащил, или они ушли в лес, эта девочка. И почти там до пяти, до семи лет прожила. У нее не дар речь, теперь уже нет ничего. И там развить это целая проблема. Но для Бога продвинуть ничего невозможного. Помните, как он слепорожденному давал зрение. И, пожалуйста, такое возможно. И вот я утверждаю, что человек... Мы почему думаем, что человек был создан взрослым? Вот опять, заметьте, какие-то закваски, нам откуда-то они прилипли. И мы не можем даже подумать по-другому. А я убежден. Мне это открыто на сердце, что человек был создан младенцем. Точно такой же, как он выходит из чрева матери. Кто его, скажете, воспитал, молоком кормил? Бог. Бог. И то это мы сейчас видим, как просто младенец из пуповины выходит. Ну, как-то Господь его вот таким вот, как мы видим, комочком создал. И он реально... Ну, хотите, Бог его на руках носил. Как же он с Адамом разговаривал в раю, с человеком? Бог сотворит маленького такого вот человечка. Зародыши. И он вырастает реально. Вы знаете, не зря Иисус потом будет говорить, что если не будете как дети в Царстве Небесном, вспомните наше детство, каждое свое детство. Вот представьте этого маленького ребеночка, растущего на земле, на новой земле, на первой земле, которую мы сейчас, на небе, которая создана. И вот он в раю в Эдемском. Кругом зверь его. Нет никакой опасности, никакого зла, ничего. Представляете, он растет вот так вот и потихонечку возрастает. Потом Иисус, когда его про брак-то, про развод-то и будут спрашивать, о чем мы как раз будем на христолюбии, я говорю, говорить на Библии, чтении и на их Писании. Почему я сегодня этот ролик хочу просто таким преддверием сделать-то? Он растет, разве мы в три года думаем, мужчина, а женщина, а женщина, а мужчина. Почему Господь сказал, если не будете как дети, не войдете в Небесное Царство? Если он там после этого разговора о разводе мужа и жены, а при любодействии к нему приводит детей, и он говорит, таковых есть Царство Небесное, и есть копцы, вы помните, он рассказывает, которые там от рождения, которые делают себя, и которых принудительно делают, и которые сами себя делают с копцами ради Небесного Царства. О чем Иисус все время говорит? Вот мальчики, мужчины и девочки, разве еще в детстве мы понимаем нашу разницу? Нет. Мальчики, может, друг, жить с девочками спокойно, без сексуального влечения. Вот этот маленький ребенок растет. И причем, знаете, у меня детей нет своих, но почему-то я об этом все время говорю. Ну, конечно, я же тоже не с другой планеты, и сам был ребенком, и в окружающем мире это вижу. Ну, пусть у меня своих нету в этой жизни, как я говорю, не факт, что мы живем один раз на этой земле. Ну, чем он? Причем, этот маленький ребеночек, ему же все интересно. Я думаю, что у вас кое-есть дети, вот они лазают там во дворе, и лазают, вот представьте этого первого человека, ребенка. И вот он лазает по этой земле, кругом животные, и вот он все исследует, ему все новое. Я вот, знаете, я говорю, я вот помню себя в 7-10 лет, меня возили на турбазу, родители мы ездили, мама брала путевки. Да вы знаете, мне казалось, что я на край света еду, теперь я живу здесь, в Воронеже, я знаю, что это турбазы, вон, до нее можно. А папа на велосипеде к нам все время ездил, мы на автобусе. Я понимаю, что до нее добраться не проблема. Казалось мне, что я еду куда-то на край света, реально. Мне казалось, это так долго, так далеко, такой неведомый, в чем жили мы вот именно в городе, в этих панельных домах, я себя таким помню с детства. А туда мы ехали, турбазы, природа, коровы, я их первый раз там-то увидел. Я никогда, у меня родители с Москвы, мама с Нижнего Новгорода, папа с Москвы, никакой деревни никогда не было, у меня здесь нет никаких родственников, ни бабушек никогда не было в детстве. Вот сейчас, правда, есть, она бабушка за соседней, за стеной. Вот, но уже старенькая, я говорю, с Москвы сама, она это папина мама. А в детстве никаких ни деревень, ничего. Ну, благо, тут все равно были хоть частные сектора, мы, конечно, лазили. Но это город, это большой город. Вот представьте этого ребенка, одного и следующего мира. Он еще не понимает, что он один на этой земле. Он не понимает, что он мужчина, он просто ребенок. Он видит окружающий мир, он начинает его исследовать, начинает ковырять палкой по землю, видит животных, они к нему ластятся, он с ними может дружить и играть. Этот ребенок реально возрастает. Он реально возрастает и познает этот мир. Вспомните нас, я говорю, в 10 лет, в 5, в 6, в 7, в 8, в 9, в 10, в 15, в 16, в 18, в 20. Подумайте, что он проходил те же самые этапы жизни. Вы знаете, кого у него не было? Грубо говоря, родителей земных. Вот он не мог этого Бог. Бог его холил и лелеял. Бог его носил на руках своих. Бог его выкормил. Чем он питался, это абсолютно не важно. Как материнским молоком могла, он мог с вот таким уже маленьким. Посмотрите, все говорят, слушайте, вы знаете, я, когда стал над этими вещами задумываться, после своего покаяния, я еще тогда все время думал, Господи, почему же человек такой беззащитный, но я разные труды читал вот именно этих православных святых. У некоторых были умные мысли достаточно интересные тоже, или вопросы хотя бы, не то что ответы, но умные вопросы. Я думал, Господи, насколько мы, правда, беззащитные. Нас два года, там, мама носит на руках, там, кормит грудью, да, мы беззащитные, мы куда-то лезем подым. Я смотрю на животных, смотрю на уток, Господи, они прям из чрева матери в эту воду вылетают, и уже поплыли, и уже едят спокойно. Кто вам сказал, что первый человек? Я говорю, смотрел все время, смотрю там белый медведь, какую-нибудь передачу, смотрю Северный полюс там, ныряет, ему без разницы, это дубильник на Северном полю. Думаю, Господи, ну неужели ты не мог мне жирка чуть-чуть побольше дать? Ну, меня тоже перло на это райское состояние, чтобы, Господи, ни от чего не зависеть, ни одежду не покупать, не то, что там монахи, не то, что страдать от этого, а просто кайфовать, чтобы у меня был подкожный жир вот такой. И причем, я говорю, это нам сейчас скажут, что ты бы был уродом, чтобы у тебя много шерсти было, но это потому, что это нестандартно, и мне сейчас, смотря на людей, на классику, нам кажется, что это неправильно, это некрасиво, а ведь уродство – это слова относительные, как и красота. Что такое красиво? Все время судят, почему я говорю, всех. Это плохо, это хорошо. Я говорю, слушайте, за такие вещи судить человека, вот он там с таким иракесом ходит, кто тебе сказал, что это некрасиво? Ему-то нравится, для него красиво, для его друзей почему-то это красиво, и они все такие же. Я тогда думал, Господи, ну почему человек такой беспомощный? И вы знаете, сотворив человека, он не был таким беспомощным. Этот младенец, возможно, появившись как-то, хоть и хотите, из лотоса, как буддисты говорят, да, из цветочка, вот он появился, вот этот маленький комочек, и как-то, ну, хотите, Бог его млеком небесным питал, да, там, шесть месяцев, девять месяцев, год там сколько, когда там от материнской груди отрывают, я не в курсе. Вот. Вот так он вырастал, и он познавал мир. Точно так же, как мы с вами, это был точно такой же человек. И он познавал мир. Год, два, три, пять, десять. И он вырастает до полового созревания. Бог все это заложил в него. Он начинает понимать, что он один. Во-первых, он вырастает не просто, как я и написал, до физического созревания, но и до духовного. Вы знаете, сначала мы, конечно, много в этой жизни потребляем, и нам кажется, счастье в потреблении, в том, что нас любят, нам все делают, и действительно, этого первого человека, Бог любил, все для него создал, ведь этот мир создал Бог. Этому животному, к нему ластиться, в сердце, в душу, вложил Бог эту природу, потому что Бог есть любовь. Это и было царство любви. Он в ней купался, это безусловно. Она во всем проявлялась, в этом солнышке, во всем в чем угодно, в ветерке, который дул его. Тем более, он был бессмертный, бесстрастный. Если сейчас ребенок плачет, рождается уже с криком, то такого же не было. Он не знал ни боли, ни страданий. Он и был в раю. И вот он вырастает. Он вырастает, естественно, Бог положил созревание души одинаково с созреванием тела. И он понимает, что он теперь хочет не только быть любимым, но и любить. Он чувствует эту потребность, потому что он образ и подобие Бога. Он чувствует потребность творить, созидать, размножаться. Любовь начинает его распирать. Он хочет любить. Ему нужны объекты любви. Бог его любит. Все творение его любит. Ангелы, звери, все. Кстати, уже духовный мир существовал. Хотите, его ангел. Небесный ангел молоком кормил. Небесным. Это вообще не суть проблемы. Я даже раз нам это не описано, я даже гадать не собираюсь. Какая разница? Я говорю, плюс мы не понимаем, какой этот человек был совершенный, что он не нуждался во всем этом, так скажем. Это нам сейчас кажется, как такое может быть. Но это же первый человек. Я говорю, посмотрите на животных, как они могут вылупиться и сразу спокойно есть грубую пищу многие достаточно. Посмотрите там на крокодильчат из яиц вылупившихся. Это же я говорю, и чтобы представить, какой сейчас человек рождается из чрева матери в современном бытие, в той природе, которую мы после потопа имеем. Подумайте немножко о другом, что где-то в этом лотосе, в этом яичке Бог его до нормального состояния довел, это вылупился. Ну, хотите на современный язык, хотите он вылупился трехлетним и мог спокойно есть уже вот фрукты, овощи, все, что падало с деревьев и росло на земле. Хотите так. И с этого момента началось его осознание. Но это не в 17-летнем, на наш язык переводить, был человек. Нет, это был маленький ребенок. Вот точно такой же, как из чрева матери выходим мы все. Вот он осознает этот мир. Он понимает, он дорастает до того, он настолько уже насытился этой любовью и насладился внешне, пожил свое удовольствие, и он понимает, что это же внутреннее чувство. Человек начинает жаждать любить. Не просто любви, а любить. Именно в этот момент Бог одного человека разъединяет на двух. Вот и все. Человек сам в себе полноценный. Просто для любви нужны объекты. Причем не один, а бесконечное количество. У любви нету граней, у любви нет предела. Любовь не жадная. Она делает, 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 раздает, раздает и раздает. Это и есть любовь. Она всегда расширяется. Вот и все. Вот и вся тайна. И Бог разделяет не мужчину. Там понаписали, тоже в синодальном. Слово Адам, вообще греческое, человек обозначает. У нас уже стало ими собственными. Там вот эта перемешка ими собственного с именем нарицательным. Но мы с вами уже смысл понимаем. Бог человека не из мужчины Бог женщину создал, как это нам любят подавать классические мировоззрения. Нет. Из человека. И Бог создал человека. И из него Бог творит мужчину и женщину. Когда Бог взял ребро из человека и привел ее, в этот момент этот человек кстати, то, что он из части взял, я согласен, чтобы не было разделения. Он не родился. Но это еще был человек. И когда Бог грубо говоря берет его ребро, как бы это, что бы это ни значило, какую-то часть, точно так же, как откуда в матери появляются кости. вы помните, как мать сынов Маковеевых, которых поймали и убивали, ну, революционеров, кто знает, о чем идет речь. И мать кричала, ну, не кричала, она хорошие мысли говорила, не рыдая, так скажем, о своих сыновьях. Говорила, господи, я знать не знаю, как ты соткал их кости в очреве моем. Ну, как? Вот в женщине еще появляется дополнительно все это. Это кажется, если мне начать что-то там объяснять, ну, как? Это как растение, ну, как оно появляется? Как из земли все это? Это все кажется, что там можно все писать. Наука ничего вообще не объясняет. Это так все. Это все иллюзии Бога, фантазии, мысли. Поэтому, как там Господь взял, это не важно. И когда Господь именно берет это ребро из человека, одного полноценного, мужчины и женщины, это все одно, в нем оба эти начала. Он и мать, и отец, он и муж, и жена. И Бог вообще полноценен со в себе. И человека, по своему образу подобию, создал такие, им же. И только в этот момент, этот человек, из которого было просто взято, как начало, это вторая его часть, как конец, он стал мужчиной, она стала женщиной. Вначале не было никакого мужчины. Был человек. Мы все с вами люди. Все это разделение лишь временно. Почему Иисус сказал, что в там, достигнувши того века, бессмертия, человеческого тела, опять снова, не женятся, не выходят замуж, а пребывают, как ангелы на небесах. Мы снова будем полноценными. Любить мы сможем всех. У нас не будет разделения на мужского. Я, кто мои, слушал мысли, проковеди, я всегда говорил, слушайте, ну какая-то все равно нездоровая, вот это все в семейной ячейке. Вот эти все семейные ячейки, я говорю, поделились, и у нас общество разрозненное. Эта семейная ячейка почему-то разрушает мужскую дружбу или женскую, наоборот, когда женщина выходит замуж. Почему-то действительно эта дружба разрушает, в принципе, все равно взаимоотношения жены с родителями, мужа, да отлепится человек от матери своей, да и прилепится к жене своей. Все эти ячейки ты лишь временно. В Царстве Небесном мы будем все просто одинаковые. Одинаковые, так скажем, по внешнему, вот именно, в равных условиях, но мы все разные. Вот действительно, каждый человек, вы знаете, казалось бы, мы все одинаковые, все уникальные. Это удивительно. Действительно удивительно. У тебя не бывает много друзей. По-хорошему, у тебя не бывает много жен или мужей. Я говорю, ты лишь временно все. И это Бог создал просто для чего? Для познания бытия. И Бог, чтобы человек научился кого-то любить, разделяет, чтобы у него, что делает? Помощницу. Давайте дальше теперь читать уже. А то я говорю и мы с вами почитаем. Мужчину и женщину сотворил их, да? То есть, я, кстати, надо был, да. И благословил Бог и сказал, плодитесь, умножайте и наполняйте землю. Обладайте ей, владычею над рыбой, морскими, над зверями, над птицами небес, над всяким скотом и над всяким животным, присомокающимся по земле. Мой комментарий. Уж потом Господь делит человека по плоти, на мужчину и женщину до небесного царства, а там снова люди будут все бесполые. В первой главе нам кратко описано сотворение мира и все уже во второй главе является более подробным раскрыванием старого человека. Давайте уж почитаем, а то я правда забегаю вперед. И создал, вот опять, я говорю, почему кто-то говорит, что эта глава разница от второй, что здесь уже пишется, как сатана творит человека, какую-то вообще понапридумали, что-то, а бы что. Да просто вторая глава раскрывает вот эти вот краткие стихи. Нам в первой главе накидано творение природы, Бог от нас вообще, говорит, какое вам дело до этого, помните, как Ио, где ты был, когда я творил небо и землю и вешал звезды на небосклоне. Какое нам до этого дело? А уже то, что нас действительно касается творения человека, нам раскрывается дальше опять то же самое. Почему я ему говорю, что показал в этой бытие, что вот это первые семь стихов, они как предисловие. Опять. Так совершены небо и земля. То есть нам рассказано, как они совершены. То есть вот первые шесть дней даже уже в этих стихах как бы уже даже животных сюда автор засовывает, так скажем, а человеки типа еще не было, я буду отдельно вам рассказывать, потому что хоть они и в шестой день вместе с человеком соединены, но так разделим до обеда и после обеда. И вот я вам уже не буду просто повторяться, эти стихи, шесть стихов мы с вами прочитали. Они как предисловие, уже опять к новой главе. Ну это нормальный литературный язык, я вот не понимаю, почему люди соблазняются, если честно, на это. И создал Господь Бог человека из праха земного. И вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой. Я говорю, я вот забежал, надо было мне не там, ну видите, я тренируюсь пока, я там комментарий написал вроде бы в первой главе, а их бы надо здесь, чтобы мне, потому что я хотел еще поговорить, видите, здесь как бы нам опять заново рассказывается, уже как там просто написано кратко, и сотворил человек по образу своему, Бог человек, а здесь нам уже рассказывается, как творил. И вот опять же, вы знаете, вот человек, он сразу был, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Вот животные, вот эти вот, животные действительно такого высокого уровня, который создан с нами в шестой день. Посмотрите на них. Они обладают всеми чувствами, не зря душа, то есть они душа жива, и мы, животные эти, возьмите там, из рыб, очень умных, дельфинов, китов, из млекопитающих, обезьяну, да те же самые кошки, собаки, львы и тигры, да кого только нету, птицы, да, они почему-то умеют любить, они воспитывают, они там охраняют друг друга, они заботятся, они жертвуют жизнью ради другого, у них даже это есть, они выбирают, куда им пойти, налево и направо, они сторожат, охраняют, заботятся, охраняют, все скидывают, иногда, конечно, люди такие, я бы назвал, невысокого ума, пусть даже великие ученые, там на природу, на вложенные инстинкты, слушайте, мы видим, что у них есть выбор, кошка гуляет сама по себе, никто не может сказать, куда она сейчас пойдет, налево или направо, она просто идет, мир действительно живет в свободе, это удивительно, вот вы знаете, я хоть и говорю, что казалось бы, вот Господь создал этого маленького человечка, да, и он сразу был вдунут в него, это дыхание жизни, вот в этот комочек, и он стал вот так расти до своего, назовем, совершеннолетия полового созревания души и тела, а с другой стороны, я вот, я вам набрасываю две теории, я точно не знаю, какая из них верна, а с другой стороны, не зря находят всех этих люсей, вы знаете, всему есть оправдание, все время пытаются все в контру, зачастую что-то сделать, какие-то научные открытия, или еще что-то, а я вам скажу, кто вот сказал вам, что между вот этими словами, ну я вот так и пишу, давайте сейчас свой комментарий зачитаю, сначала Бог творит одного бесполучеловека-животного без имени подобного обезьяния, ну то есть нет, Адам это не имя, надо понять, это человек по-гречески, сколько лет такой человек-животный существовал на земле, да вдыхание в него, Божьего духа, нам не описано, ибо между словами создал и вдунул, могут быть миллионы лет, а поэтому мы кстати не можем доказать и утверждать, когда Бог вдыхает в человека свое дыхание, при оплодотворении женской циклетки, мужским семенем, зачатии на какой день в очреве матери, при появлении на свет или даже позже, после вдуновения в человека-животное Святого Духа, Божьего человек становится самоосознающей личностью, что я хочу сказать, вот как я и написал, вот между творением человека-животного, как его кстати, кто знает, есть такой Серафим Саровский, православный, святой, он кстати вот эту мысль высказывал, я может даже у него это когда-то подчеркнул, что было сначала человека, как животное, человек-животное, я почему здесь так и написал, да, по сути то же самое, хотите обезьяна, или как вот им есть какие-то предки, говорят у человека, или вот это Люси там нашли, человекообразную обезьяну, или еще что-то там, им дают эти категории, классификации, названия, типа предок человека-обезьяны, не суть важна, кто вам сказал действительно, что такого не могло быть, могло быть, я говорю, тогда уж все проще, если вообще отнести, что человек был создан сначала как животное, его тело физическое, то вы знаете, тут уж вообще никаких сомнений, что он могло быть создан, я говорю, и как действительно мы видим, у животных рождаются, в воде рождаются, там посмотрите эти мальки, они уже способны к жизни, сразу рождаются, они настолько развиваются во чреве матери, что рождаются способными к жизни, рыбка их выпукивает, и они уже спокойно едят ту же самую практически пищу, что и едят их родители, они плавают тут же сразу в этой воде, все происходит, человек мог быть и таким, и возможно, просто у меня, видите, немножко не складываются эти две теории, либо он маленьким, вот он из этого комочка, лет, так скажем, ну пусть, пусть даже не прям, вдыхание жизни, это синоним, или так скажем, параллель, или одно и то же событие, это вот это его созревание духовное, оно и связано с дыханием жизни человека, хотя, может быть и такое, тогда у меня вообще все складывается, то есть человек, живет, это настоящий человек, со всеми чувствами, это ребенок, в нем есть дыхание жизни, в плане жизни, оно есть у всего живого, это человек, уровень практически с уровнем животных, он все понимает, он исследует этот мир, точно так же, как кошка, исследует еще что-то, он только учится, может быть бумагу делает, карандаш, не важно, что-то лепит, это вот такой ребеночек, я говорю, прямо в свою жизнь, давайте представим, нашу реальную жизнь бытие, это мне год, два, три, пять, как и сейчас, вы знаете, ну кто скажет, на годовалый ребенок, что все-таки это прям вот человек, он еще не сделал ни одного доброго дела, мягко скажем, он еще не проявил себя как человек в своей свободной воле, короче, я хочу сказать, что вы знаете, как Господь сказал, будьте как боги, будьте богами, да, вы знаете, человек становится богом тогда, когда он начинает отдавать, не брать, а отдавать, и вот как я вам и говорю, то есть, вот до того момента, пока он рос, это был человек, с полнотой всех чувств, всех переживаний, но он был потребителем, и когда в нем созрело вот это вот желание любить, уже отдавать, потому что он полностью сам насытился, напитался, он все понял, и первая мысль к нему пришла, я хочу любить, я хочу что-то отдать кому-то, хотя кругом рай, никто ни в чем не нуждается, знаете, любить целая проблема, человек именно почувствовал потребность отдавать, отрывать от себя что-то, именно этот момент, и есть, нам рассказан, как дыхание в человека, вот это дуновение в лицо его, Божьего дыхания, это именно то, вот именно это половое созревание, и тело, естественно, Бог сразу делает к телу, чтобы разделить их, но это на самом деле половой, или совершеннолетнее созревание души человека, и оно становится не просто душой, а именно духом, когда он готов к тому, чтобы отдавать, уже все, он глядит на этот мир, и понимает, что я хочу любить, не быть любимым, а любить, а любить это отдавать, тогда, в принципе, все у меня складывается, вот эти мои две теории, потому что нам описано, это видите, символно, кратко, но так, анализируя жизнь, включая свои мозги, мы видим, что это действительно так происходит, именно вот это дуновение в человека, в лицо его дыхания жизни, делает его, начатком Бога, да, вот это семечко, и он начинает любить, и тогда Господь, что делает, мы дальше читаем, и насадил Господь Бог в раю, в Эдеме на востоке, поместил там, рай в Эдеме на востоке, поместил там человека, которого создал, заметьте, еще нет разделения на мужчину и женщину, и произрастил Господь Бог из земли, всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла, из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки, имя одной висон, она обтекает всю землю хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там в долах и камень оникс, имя второй реки Гехон, она обтекает всю землю куш, имя третьей реки Хидекель, она протекает перед Осирией, четвертая река Ефрат, и взял Господь Бог человека и поселил его в раю, чтобы возделывать его и хранить его, и заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в раю ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Мы видим, что Господь не Адама с Евой, не мужчину-женщину селит в раю, а человека, то есть вот этот вот человек вырастает в этом раю. Когда эта заповедь с чем сопряжена, смотрите, выбором добра и зла, вкушением зла, это и есть вот это созревание человека, Бог вдунул в него дыхание жизни, себя самого, но Бог-то знает, что такое добро. Бог вечен, древо жизни. Бог знает, что такое добро и зло, но Бог его не вкушает, поэтому он бессмертен. Человек созрел для этого, и Господь ему в сердце, так как он один человек, Бог его разделит потом на время для тренировки. Помните, как Павел говорит, упражняйтесь в делах любви. И Господь ему дает заповедь, и говорит, нехорошо быть, все написано по-детски, как будто все Бог, Бог, на самом деле это человек, вырастает, человек вырос, ему одному, что плохо. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, заметьте, не помощницу, а помощника, помощника соответственного ему. Для чего? Для возделывания себя в любви. Для любви нужен объект, причем точно такой же, как я. Вот он вырос, Бог вдунул в него дыхание жизни, вот это, он захотел любить, захотел, но Бог смотри, говорит, ты тогда только люби, ты созрел, ты стал, но ты должен, в чем это созревание? Он говорит, все, я сам присытился любовью, ведь он зла не знает, Бог-то его только любит. И Бог говорит, ты люби, не делай зла, ты захотел любить, так и люби, не вкушай зла. И Бог разделяет человека на мужчину, не мужчину, а человека, на мужчину и женщину. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы наречет человеку всякую душу животную, так и было имя ей. И нарек человек имя на всем скотам и птицам небесными, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. То есть мы видим, почему Господь это решил. Нам все описано всегда, как со стороны Бога, но мы с вами уже зрелы, все говорят, давайте все перевернем, всю Библию. Почему все это случилось? Вот нам описано сердце человека. Он стал скучать. И животные тоже ни в чем не нуждались. Ну конечно же, вот это его осознание, ведь образы, все-таки животные не образ и подобие, в них есть вся эта природа живой души, но они не образ и подобие Бога, они не могут к этому осознанию в оконцовке прийти. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека, женщину, и привел ее. Вот здесь бы, если бы я писал, я вам скажу, как я написал, я вот здесь еще не поправил. И взятого из человека, женщину, и привел ее к мужчине, чтобы мы увидели появление мужчины и женщины. А здесь человеку, человеку, все одно и то же. Ну как к человеку? И сказал человек, вот это кости от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. И сказал мужчина, вот это кости от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от меня, от мужа своего. Потому оставит человек отца свою, мать свою и прилепится к жене своей. И будут, опять не человек, а мужчина. И будут два одной плоти. И были оба наги, Адам и жена, и жена его, и не стыдились. И знаете, вот это тоже, и будут два одно плоти. И начинает, как будто два человека, настоящие личности, могут соединиться. Нет, конечно, это невозможно. По поводу наги не стыдились. Вы знаете, когда-то я вот такой вот слайд делал. Он мне до сих пор сохранился. Я все добавил. Кликнув по нему, он откроется в полноэкранном режиме. Таком, очень большом. Я хотел вам его показать. Вы знаете, у нас в современном мире есть очень хороший образ. Вот мы думаем, что такое... Ведь вы знаете, нагота в библейском варианте... Вот мы встречаем первый раз в книге Бытие как в положительном. А уже в книге Откровения, в последней книге этой же самой Библии, сборника, книг, как в отрицательном, да? Помните в книге Откровения? Срам наготы твоей. Чтобы не открылся срам наготы твоей. То есть нагота может быть благодатной, а может быть срамной. Как это понять? Вот вы знаете, в современном мире, я говорю, есть очень хороший образ. Вот вы видите, вот этот вот... Я вот так и нарисовал проектор. Ум, отец, начало, как хотите. Я, вот это, мои мысли, да? Мое умное сердце. Что такое было тело? Человека, которое было в начале у него. Вы знаете, на нем реально... Вот я не зря написал тело душевное или духовное, как хотите. Вы заметьте, мысли наши есть свет. Бог есть свет, да? Что летит из проектора? Свет. Мы все с вами в кинотеатрах были. У кого-то, может, даже есть домашние кинотеатры. Казалось бы, луч света, который летит, я его не вижу. Что я могу увидеть в луче света? Ну что? Вот если не будет, ему положен предел. Ну вот свет светит, вот солнышко светит. Ну что? Что я в луче могу увидеть? Ничего. А смотрите, мы сидим в кинотеатре, и когда луч достигает белого, белого, заметьте... Помните, Господь нам даст белые одежды, брачные одежды. И когда на белый экран попадают лучи света, там появляется кино, картина. Вот вы знаете, все мысли человека, вот из этого внутри нашего умного сердца, которые вылетают, белое тело человека было первое, душевное. На нем, можно сказать, было все видно, реально. Что я думал, отражалось все на моем теле. Что такое вот этот, помните, Павел так и будет называть, земной наш этот дом, эта хижина. Вот я не зря нарисовал этот зеленый домик, который вы видите. Это реально то, когда они согрешили, и этот грех явился, вот уже я не белый, вот здесь красный нарисовал это тело духовное, да, этот экран. Все же видно. Ты хоть прячься от Бога, хоть не прячься, Бог-то внутри нас, но действительно у нас такой в жизни есть образ. Господь нас что? Одел в кожаные ризы. Вот сейчас то, что я думаю, никто не видит, никто не знает. Я могу с человеком стоять, спокойно говорить, а сам думать, да-да, мили-мили, Емеля, твоя неделя, ну и что похлеще, да? Конечно же, сейчас наших мыслей не видно, они закрыты. Это все к тому, что тоже каждый раз с этим судом насыться, Бог кого-то судит, Бог кого-то наказывает. Да Бог никого не судит и не наказывает. Вся моя жизнь, она отпечатана на моем теле. У тела, вот этого внутреннего тела, помимо того, что я говорю, возможно, это чуть ли не экран моего внутреннего проектора, которое мое доброе сердце, умное сердце, да, из которого исходят помыслы, добрые или злые. Помимо этого, это же тело имеет вид, я говорю, имеет запах, все имеет, ты считаешь, как это тело, стан какой-то красивый или изгорбленный человек, кожа нежная или грубая, румяная или бледная, да? Вот эти все свойства души человеческой, любовь, радость, да, веселость человека, терпение человека, это его крепость костей, допустим, да? Почему все эти в себе, так скажем, добродетели и свойства души надо развивать именно, да? И их, кстати, надо развивать, они сами по себе не развиваются. В жизни Господь сказал, возделывай и храни этот рай. Этот рай – это ты. И вот я не зря такую картиночку, может быть, многим она что-то откроет. Мы, кстати, видим все время то, что только лишь на фасаде, внутри-то мы не видим, а суд, когда будет, каждого человека, и христианина, Господь об этом постоянно говорил, это лишь Бог никого судить не будет. Он никого не будет ни наказывать, ни вознаграждать ни за что. У человека просто откроется то, что он есть. И это будет явно для него и для всех остальных. Почему на суде этот человек не сможет Богу вопить? А, ты негодяй, ты вот меня обидел, недодал мне там, или это... Это будет каждому очевидно. Точно так же, как мы сейчас все сами все про себя прекрасно знаем, кто мы есть на самом деле. Вот и все. Где тут я? Ой. Так, что это у меня тут открыто? Не то, да? Куда-то я закрыл. Не в новой кладке, что ли, открылась, не пойму. Это что касается по поводу ноготы. Ну, про человеку мы поговорили, я надеюсь. Всем все понятно, да? Ролик я сегодня к чему хотел написать еще? Чтобы он был, так скажем, предтечью того ролика, который мы будем писать о разводе. И сказал Бог нехорошо быть человеку одному и создал ему женщину. Как у нас любят утверждать, что надо обязательно жениться, выйти замуж, ты не познаешь, что такое любовь и прочие-прочие вещи? Я сначала свои комментарии зачитаю, которые я писал. Нигде ни разу Иисус не осуждал и не похвалял добрачные отношения между мужчиной и женщиной, ибо сочетают людей не священники, не работники ЗАГСов, а Бог, то есть любовь, ибо Бог и есть любовь. Сочетаются люди в любом месте в тот момент, когда они признаются в любви друг к другу и обещают творить дела, соответствующие любви. И еще один комментарий. Бог в раю сотворил одного мужчину, одну женщину друг для друга, но при этом нигде и никогда Богом в Ветхом Завете Иисусом вновь за этим не осуждался, не похвалялся, ни многоженства и безбрачия. Это решение лично каждого человека, имеют полное право жить так, как хотят. Ибо если двое или более полюбят одного, кто им может запретить? Это решение лично каждого человека, имеют полное право жить так, как хотят. А сотворил одного мужчину и одну женщину, чтобы мы все чувствовали родство близкое, а не двоюродное. Если бы сразу были две женщины, разделение в человечестве пошло бы по плоти от начала. Что я здесь хочу донести и какую мысль? Ну, во-первых, по поводу того, что я говорю, давайте вообще начнем с верха. Нужно ли жениться и выходить замуж или нет? Грех это или не грех, чуть ли не до этого доходит. Когда мне говорят, ну вот же, во-первых, ссылают чуть ли не на слова Иисуса, когда он это вспоминает в контексте разводов вообще. Он не на это делает акцент, ни на слове нехорошо. Ему вопрос задают, позволительно ли разводиться мужу с женой. Это я хочу, чтобы на это обратили внимание. Ролик бы можно было закончить, он и так длинный получается. Но я сегодня хотел не просто о сотворении природном поговорить, а еще и о всем сразу об этом, все, что мы видим в этой первой-второй главе. Что я говорю, чтобы этот ролик был притечью для ролика о разводе. Нехорошо быть человеку одному. Я говорю, слушайте, ну вдумайтесь в смысл этих слов. Человек реально один. Человеку написано, не мужчине, не женщине, а просто человеку. Вот этому, единственному на земле созданному Богом человеку, который возжелал любить любви и любить, некого любить. Опять все, все опять как слова Бога. Это же сердце человека, потому что Бог любит. Бог, кстати, нас создал. Вы знаете, мы же образ и подобие Бога. Примените эту фразу к Богу. Нехорошо быть Богу одному. И создал один Бог одного человека. А почему он создал? Потому что нехорошо быть Богу одному. Но то же самое. Нужен объект любви. Вот и все. И это не мужчине нехорошо быть одному без женщины. И не женщине без мужчины. Я говорю, не коверкайте эти слова. Бог один. И человек один. Поэтому Бог создает себе не женщину. Не женщину Бог создал. Тогда говорю, Бог себе мужчину что ли создал для любви. Бог создал себе образ и подобие. Вот и все. Человека. Вы боги и дети Всевышнего все вы. Бог создал себе свой образ и подобие. И он бесполый Бог. Он и мать, и отец, и женщина, и мужчина. В нем все. И муж, и жена. Он единый сам в себе. Бог нераздельный. Просто у объекта есть любовь. У нас сейчас настолько мы не можем отлипнуть от этих понятий мужчины и женщины разделение полов. Но это не так. Бог не был раздельным. У Бога вообще не было этих понятий мужчины и женщины, так скажем, внешних. Это все в нем. И каждый из нас себя прекрасно ощущает и мужчины, и женщины. В том плане, что у нас есть абсолютно весь спектр. И чувств, и всего. Да, женщина, казалось бы, не зря вот этот, знаете, значок типа иньяня. Казалось бы, у женщины меньше силы, чем у мужчины. Во-первых, почему-то мы видим таких женщин, которые посильнее некоторых мужчин. При этом она женщина. Каким образом мы ее отвечаем от мужчины? По детородным органам. У нас единственное отличие, в принципе, так скажем, кардинальное, которое нельзя изменить. Накачаться может и женщина до безумного состояния. И мужчина может стать, как это, когда худеть, начинает до дистрофии дойти. Элементарно. И причем потом это будет из рода в род передаваться, и можно вообще физическое тело изменить. Весь спектр чувств. Женщина любит, у нее сердечно, она до мужчины тоже любит очень сильно. Тоже сердечно. И детей многие мужчины очень любят. Души в них не чают. Вы знаете, это все настолько... И это лишь действительно Бог, как бы вроде бы видимый. Не зря это значок иньянь. Вы знаете, он по-своему гениален. Казалось бы, они разные. Но вы знаете, если их повернуть вот так, он же станет на его место. Получается, они одинаковые. А если по площади иньянь каждую запятую померить, она тоже одинаковая. Это лишь видимость разности. Такая, знаете, абстракция, иллюзия. Но по сути-то мы все одинаковые. Мужчина и женщина в природе одинаковые. У нас все чувства одинаковые. У нас тело абсолютно одинаковое, за исключением вот этих вот детородных органов. Ну, понятно, вы скажете, еще вот эта разность. Все-таки мужчина крупнее, там, железти. Вы же понимаете, что это мелочи. Я говорю, это меняется. Я говорю, это настолько надо быть скудоумным, чтобы все это вот это не увидеть. Не знаю. Это же очевидно. И кичиться этим ни в коем случае нельзя. Причем Бог тебя-то сюда за это тело засунул, так скажем, принудительно. А ты, может, уже был и в женском, а может, еще будешь. И заметьте, каждый, в каком теле находится, он им доволен. Поэтому ни в коем случае нельзя принижать ни мужеский, ни наоборот, женский пол. Мы вообще все одинаковы в этом плане. Душа, она без пола. Абсолютно. А почему душа, что такое? Не душа, а и наш внутренний человек. Это я просто называю душой порой, умным сердцем. Я имею в виду вот этот вот домик-то. Вот этого вот, на который экран, который нас обволакивает. Белая одежда, на которой лучи нашего проектора доброго сердца или злого сердца, помыслы сердца вылетят и отражаются. Это существо внутри. Этот человек внутри. Человек, как говорят. К тому же не говорят женщины. Ты человек. Да, вот человек. И о женщине говорят человек, а о мужчине. Вот этот человек внутри нас, будущий, какой и был от начала, он бесполый. Вот и все. Поэтому, когда начинают мне тыкать, я помню, даже мне тыкали, умудрялись. Ну, вот написано, что нехорошо быть. Я говорю, ну, видите, сразу тяжело истолковать все это. Вот так кому-то что-то ответить, тем более в письме. Кто-то там в комментарии мне такой пишет. Я даже уже не реагирую. Ну, как вот, видите, сколько я сейчас, час потратил, чтобы рассказать все свои мысли. Одному человеку было нехорошо быть, как и Богу нехорошо быть одному. Бог, как он может быть любовью и никого не любить. У любви есть объекты, и Бог творит эту вселенную. Так и здесь. Человек был один. Я говорю, а я сейчас не один. Вы знаете, у нас 8 миллиардов. Люби, не перелюби. И полно детей. И не важно, что они не мои. Вы знаете, я ко всем детям отношусь как к своим. Родители. Ну, Бог создал меня, родил по телу, есть у меня родители. Муж и жены. А в чем разница? Смотрите, я могу с любой женщиной дружить. Себе позволять, в отличие от многих, и не лезть на нее. Если она даже чужая жена, не моя. Я говорю, если есть больные люди, или вы, может, к таким относитесь. Я, нет, я могу спокойно общаться с женщиной, и на нее, как говорят, не взлазить. Если у кого-то с этим проблемой, мне вас жаль. У меня этой проблемы нет. В чем отличие-то? Я говорю, то, что, не зря говорят, правда, вот женился, она ему там стирает, убирает, а он там то-то, то-то делит обязанности. Слушайте, я говорю, вот мне жена действительно по этим критериям вообще не нужна. Я сам себя обслуживаю, я сам себя кормлю, пою, кормлю, одеваю, обуваю, стираю за собой, мою все сам, убираюсь. Мне не нужна домохозяйка, мне не нужна работница. Душа, говорят, слушайте, у меня вот сейчас, благодаря тоже именно во Христе, у меня появилась ни одна, ни две, ни три даже настоящих сестер. Хотя, я говорю, даже вот это на меня слово, это уже не поворачивается так говорить, потому что они просто люди для меня. И брать им я их, конечно, назвать тоже не могу, они, конечно, на этой земле для меня сестры, но я к ним отношусь на равных, реально. Я думаю, что они это ощущают. Поэтому, что значит нехорошо быть одному? И я с ними душу отвожу, вот именно, они меня понимают, я их понимаю. Остается только секс и дети. Ну, я говорю, дети, вы знаете, если у кого-то это все есть, а, мои-то, мои. Я говорю, слушай, а ты вот способен любить чужих? Я вот как раз всех люблю. Мне даже мои, а что мне даст это? Кто там верит вообще в то, что это твое бессмертие? Кто знает мою беседу? Я даже лично встречал такую бабушку, когда был в Петербурге недавно, этим летом, 19-го года, 2019-го года. И эту даже беседу, кто слышал, я выложил. Ну, на видео не стал снимать, а на голос снял, просто там не сначала. И бабушка мне пыталась, профессор, что там, истории религии, помните, убеждала меня, что бессмертие, конечно, есть, она в него верит, но оно в ее детях. Что она вот туда и вот так вот. И то не она, не как личность, а просто, что вот у нее есть на земле дети. Но она, правда, канет в вечную безмолвие и все, ее уже не будет существовать. Ну, и мне таких людей не понять. Я сам бессмертен. Не в моих детях. Мои дети – это отдельные личности. Отдельные. Никогда ты ни с какой женой два вплоть едину не станете. Это лишь образ. Так что по поводу «нехорошо быть человеку одному» написано человеку. Это относится лишь к этому первому. Эти слова никому больше не применимы. Эти слова были один раз применимы, как их можно применить единственно к кому. Это как раз к Богу, когда Бог решил творить вселенную. «Нехорошо быть Богу одному». И Бог создал человека по своему образу, своему подобию. И этому человеку, вечная спираль Бога, как я вам про спираль Фибоначи рассказываю, и этому человеку, в свою очередь, «нехорошо быть одному». Но вы знаете, в нашем мире 8 миллиардов уже почти и конца края нет. И вы знаете, от того, что я в плане детей даже не сделаю. Вы скажете, тогда и тебе нехорошо. Так я не один. Я говорю, у нас полно кругом детей. Полно взрослых людей, которые мне в бабушке, в дедушке, в родителях годятся. Полно кругом женщин, которые могут мне сестрами, духовно, мне заменяют, можно сказать, жен. Вот и все, с которыми я спокойно общаюсь. Они мне изливают душу. Мы вместе и радуемся. Они радуются моим успехом. Я ихним или радостям в жизни. Мы вместе плачем. Да они мне таких же духовных жен заменяют, хотя являются моими сестрами. Половое воздержание, вы знаете, если для кого-то это проблема, для меня нет. Что еще остается? Все. Поэтому что значит, хорошо или нехорошо? Первому было нехорошо человеку. Не мужчине без женщины, не женщине без мужчины, а этому человеку. Нехорошо быть без объектов любви. Без объектов ему подобных. Но которых он должен любить и ненавидеть. Поэтому он не должен был вкушать. Бог ему перед этим говорит, как я тебя разделю, и у тебя появятся объекты. Не вкушай зла. Не делай зла. Дает ему запыть. В его лице всему человечеству. Они не были еще разъединены. Мы же с вами прочитали. Одному этому человеку. И мы все в нем. По поводу многоженства. Тоже и на Иисусова слова ссылаются, так как Иисус цитирует эти слова, которые мы сегодня с вами читали. Что Бог создал женщину и привел ее к мужчине. Да, как мы с вами хорошо сегодня прочитали. Я говорю, слушайте, ну опять, во-первых, я говорю, контекст, где даже Иисус цитирует эти слова, ему был задан конкретный вопрос. Можно ли разводиться? Его не спрашивали, можно ли два-три раза взять вторую-третью жену или мужа себе, женщина. Ему разве это спрашивали? Нет. Он процитировал достаточно большой кусок. Уж Иисус порой вообще два-три слова вырывал из ветхого. За это лишь бы людям дать отсылку, куда обратиться, чтобы понять смысл. Он достаточно большой кусок цитирует. Весь целиком, практически, как Господь творит. Вот, что они вплоть едину. По поводу одного, говорит, вот он же не создал ему две сразу женщины. Я говорю, слушайте, он специально, во-первых, разделил одного человека, потому что в человеке одно, так скажем, мужское, одно женское начало, образно говоря. У палки всего лишь два конца. И, так скажем, круг можно только напополам идеально разделить, да. И делает это для чего? Потому что от них и дальше. То есть, Господь сначала их вот так вот делит. Это одно целое. Действительно, он его просто разъединяет. Внешне, по плоти. Разъединяет. А душа появляется у каждого нового человека. И он разъединяет, потому что ему не с кем детей-то сделать. Их надо вот так вот разъединить. Хотя, казалось бы, а в нее он вдунул дыхание жизни. Как вы знаете, ислам утверждает, что у женщины нет души. Вот, пожалуйста, до чего докатились. Надо же понять, что Господь разделил вот этого вот человека, дорожшего до полового созревания. Поэтому они оба такие. Как они будут дальше себя вести, это уже не важно. Ну, до этого полового, или как я называю, то есть созревание любить. Кажется, полового так низко звучит. Ну, я наоборот сейчас говорю о высоком. Да, человек дошел до созревания любить. И Бог их разделяет. И они становятся отдельными личностями. Ну, просто Бог мог сделать ее, чтобы, может быть, тогда человек этот родил. А от кого он родит? Ну, пожалуйста, Дева Мария родила от Духа Святого. Можно было и так. Ну, Бог решил вот так показать нам, что один человек это. И все. А потом у них уже дети. И опять же, если бы Он создал много женщин, сразу пошло бы несколько родов. Заметьте, мы даже сейчас кичимся. Я Каина или я Тавеля? Какого я рода? От человека убийцы? Хотя они от одного мужчины и женщины. Просто это чувство у нас. И для чего это сделано? Чтобы не было иерархии. Как раз. Почему Господь их делит вот так? Вот именно. Если бы он вот так их... Если бы женщина произошла от человека, он стал... То есть, грубо говоря, он ее родил и воспитывал бы на руках своих. Пошла бы иерархия. Я выше. Господь специально делит уже мужчину и женщину, показывая, что вы наравне. Вы братья и сестры. Вы хоть и муж, и жена. Кто знает прекрасно, что настоящие семьи вот именно держатся, если муж и жена на самом деле дружат друг с другом. Что ихние чувства стоят не на сексуальном влечении. Не на каких-то правилах. На дружбе. А дружба – это всегда равенство. Поэтому Господь их не вот так вот делит, а вот так вот, чтобы отсюда заложить вот это множество, но множество в равенстве. В равенстве. Поэтому он их вот так вот отделяет. Я говорю, не смотрите на это слово, там ребро, не ребро. Это часть его. Он говорит, вот плоть от плоти моей. И опять же написано, что он уже здесь ее как бы приводит. То есть, она-то не возрастает. Один человек, и она в нем пережила все это познание мира, там всю благодать. Это был один человек. У них у обоих сохранились. Как вы думаете, у них есть разница, что это было уже у чувства у Евы, что она вот от него? Нет, это сразу два появились человека, грубо говоря. Нам все это сейчас понять некоторые вещи невозможно. Просто потому что, хотя я, знаете, вам скажу, что они в каждом из нас есть. Мы можем эти все тайные знания, так их называют, в себе открыть. Бог тебе откроет все. Поэтому, чтобы у нас вот это чувство было, что мы все от одного, что мы все на земле друг к другу. Вот эти все войны, когда людей травят друг на друга. Я говорю, мне жалко тех людей, особенно вроде бы с виду здравомыслящих, как там попы участвовали в революции, в тех же самых красных террорах. Это беда. Вот казалось бы, люди знакомы с такими вещами. А уж мало того, что сидит в каждом человеке. Бог просвещает всякого человека. Вы помните, как Павел писал, что язычникам все это открыто. Вот так вот. Поэтому сейчас по поводу, когда там говорят, вот, нахоженство, многомужество. Слушайте, ну какая разница? Иисус, вспоминайте слова, я хочу сегодня все, мы же все-таки бытие разбираем. Его же, когда его спросят на тему развода, можно ли разводиться. Иисус, вспомнив вот эти слова из книги бытия, скажет, чего Бог сочетал, то человек не излучает. А кто такой Бог? Любовь. Разве люди сочетают? Представители ЗАГСов? Пастыри там или священники? Нет. Вот откуда весь этот бред? Все не церковные, не венчанные в блуде живут. Какой бред? В ЗАГСе не были, в блуде живут. Это что? Это кто? Люди сочетают? Иисус нам, таким, по крайней мере, ученикам, своим истинным детям Божьим, сказал, что все это человек никого не сочетает. Сочетает Бог. А Бог есть любовь. Люди, когда полюбили друг друга, когда дали обеты любви, говорят, люблю не могу. Под березой ей протягивает колечко и говорит, все. А может и не протягивает, люблю, будь моей. Будем вместе, да? Точнее. Моей это опять возвышенно. Не возвышенно, а надменно, да? Давай будем вместе. Давай. Люди пообещали. Что в этот момент люди дают? Мы подойдем к теме Евангелия, что такое прелюбодейство. Все почему думают, что Иисус говорил только о плоти, помышлял. Вообще-то, когда люди обещаются друг другу или клянутся в любви, признаются и клянутся в вечной любви, потом что люди тем самым дают? Обеты. Творить дела любви в веки вечной. Человек, который отрекается от этих обетов, разве не прелюбодействует? Прелюбодействует. Ты обещал и ты изменил мне, то есть своим обетом, который мне дал. Это заповедь. Ты мне дал заповедь. Ты говоришь, я люблю, значит я буду то-то, 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 то-то делать. Любовь проявляется в делах. Ты не делаешь, ты изменяешь своим обетом. Ты нарушаешь заповеди. Ты же мне обещал любить. Любовь проявляется в делах. А что бухаешься, не работаешь, муж там, или бьешь. Это что, не прелюбодеяние, конечно, прелюбодеяние, это измена своим обетом. С сатаной, грубо говоря. Поэтому по поводу многоженства тоже. Разве можем мы ссылаться на книгу Бытие, на первую главу, на эти стихи, и говорить, что это запрещено, это плохо или хорошо. Как аргумент я привожу, ни в Ветхом Завете, ни в Новом, включая Евангелие, на которое я всегда опираюсь, Иисус. Когда его спросили, он процитировал эти слова, вопрос не было о многоженстве. Иисус процитировал невырванно и дал ответ на вопрос о разводе. Он говорит, поэтому чего Бог сочетал, то человек да не разлучает. Слушайте, я как и написал комментарий. А если в одного мужчину две женщины влюбились, и готовы, так скажем, его делить или всеми вместе жить? Кто им может запретить? Бог сочетает, не человек. Вот на это Иисус ответил. Бог, а Бог есть любовь. Их сочетала любовь. Они влюбились в одного мужчину, да. И все готовы, согласны и делить, и мириться, и все. Зато он супер. Они думают, лучше хорошего пополам, чем свой, но дерьмовый. Это их выбор. И мы видим, что весь Ветхий Завет переполнен многоженством. Вы знаете, как я отношусь к этим праведникам Ветхого Завета. Но Бог нигде ни разу не осудил это. В Новом Завете есть прямой ответ, прямой вопрос и прямой ответ этого осуждения? Нет. В посланиях апостолов, в книге Деяния есть у нас ответ на эти вопросы? Осуждение или превозношение? Возвышение этого нет. В книге Откровения есть у нас? Возвышение или принижение многоженству? Нет. Брак безбрачия, я говорю, есть у нас возвышение, принижение? Нет. Это выбор лично человека. Сам Иисус ни на ком не женился. Иоанн Претеча ни на ком не женился. Про апостола Павла хоть и пытаются сказать, что он был, скорее всего, женат. Жена его умерла, поэтому он там о вдовцах часто пишет. Но это лишь домыслы. Утверждать невозможно. Больше похож он все-таки на безбрачника. Его жизнь, все, что его слова, послания о нем известно, больше похоже на это. Так что так вот по поводу многоженства, многомужества, это никаким грехом не является. Это дело лично людей вообще. Если Бог, а Бог есть любовь, их сочетает, это их не дело. Если Бог тебя ни с кем не сочетает, если ты ни в кого не влюбляешься по плоти, по духу, как-то даже живешь вот так, это не грех. Каждый выбирает так, как жить. О чем еще хотели? Да, наверное, все. Я все переживал, что много будет. О помощнике я сказал. Ну, давай, кто такой помощник? Вот этот еще уже. Почему Бог игру создает? Как мы будем учиться любить? Тем более, благодаря тому, что мы все согрешаем. Тут даже в плюс можно сказать. Мы что в жизни познали? Жертвенную любовь. И помощник кто такой? Заметь, не помощница, а помощника сотворим. Для чего? Ну, как уже вы смысл поняли, я уже об этом талдычу. Второй час. Помощник что? Любить его. Она ему в чем помогать? Кирпичи таскать? Она ему должна все делать? Нет. О, женщина моя помощница, ну-ка, неси тапочки мне. Нет. Она мне помощница. Ведь ты же ныл, что хочешь любить. Ты же созрел для этой любви. Человек. И эта помощница тебе учится любить. Как Павел потом и будет писать к одной из церквей. Упражняйтесь в любви. Упражняться в делах надо любви. На ком упражняться? Кто наш тренажер? Ближний. Любящий нас, посторонний. Человек, встречающий с нами на пути жизни. Или даже враг. С врагом подвязаемся в жертвенной любви. Мы никому не мстим, никого не убиваем. Мы всем врагам благотворим, всех благословляем. Всем желаем добра, то есть молимся за них. Наверное, все. Че я буду растягивать? И так ролики длинные у меня всегда получаются. Вроде так я ничего не упустил. Че хотел, все почитал, поговорил. Уже на канале Библия. Мы, по крайней мере, когда начнем Матфея читать, я сделаю отсылку к этому ролику. Чтобы посмотрели, почитали. Потому что там, когда будет речь идти тоже о прелюбодействии, обо всем этом, хочется мне вот об этом поговорить. Вообще о сотворении человека, о мужчине и женщине. Надеюсь, ролик был вам интересен, полезен. Что-то у вас открылось. Все мы на этой земле люди, человеки. Не надо кичиться ни полами. Это все не от Бога. Потому что Бог создал человека к этому человеку, к этому состоянию в Царстве Небесном со Христом, с нашим Богом, которым тоже нехорошо быть одному. Мы все будем вместе. Все мы будем полноценны. Будем как ангелы на небесах. Уже не будет запретов любить. Вот вы знаете, я говорю, сравните болезненность. Почему я говорю семьи, вот это отношение и дружбы. Почему-то когда дружба, ну у меня еще один друг появился. Меня же друг не ревнует, нормальный друг, когда здравый человек чувствует. У человека еще друг появился, на работе служит. Человек обрастает друзьями, кажется, ой, какой любвеобильный, говорят, дружелюбный. Сколько у него друзей там хороших, да. Вот в этом то, что мы, как сейчас скажем, в семейной этой клеточке. Я только жену люблю, мне нельзя любить другую жену. Вы знаете, в этом есть и парадокс абсурда несостыковки с небесным царством. Почему, когда меня там убеждают, что тоже, ой, эти там будут вечно на небесах. А у них здесь такая любовь была. Все это ерунда. На самом деле человек любит всех людей. И всех одинаково. И мы сейчас лишь, это мы себе не позволяем любить всех просто. Нам хочется любить всех. Вот скажите, пожалуйста, если бы Богом не было, вот благодаря вот этому разделению и тренировке особенно, вот этого чувства ревности, как нету, вот у меня лично нет друзьям. Я рад, что у другого человека еще много друзей. У меня чем их больше, лучше. У других я понимаю, чем больше, я тем больше счастлив. Я даже радуюсь, что я друг этого человека, у которого столько друзей, значит, он хороший человек, наверное, да. Это же в нас просто заложено, это чувство ревности, плотик это за счет вот этого сексуального отношения и так далее. А уберите его. Возьмите, что в Царстве Небесном все друзья. Вот. Но можно будет точно так же испытывать какие-то тактильные удовольствия. Я говорю, мы просто себе это представим. Ну, вы пофантазируйте немножко, что можно сексом заниматься вот так вот. Вот руки приложили. И ни у кого это не вызывает ревность. И это нормально. Это будет в законе Божьем, в законе Небесного Царства. Просто будет законом природы. Вот и все. Но я же сейчас не ревную, когда друг с другом подходит. Мы стоим, помните, как? Ну, сейчас такой редко уже. Раньше целыми бандами стояли. И кто-нибудь приходит очередной, да. Ну, стоим там пять человек нас, братки. И еще приходит один. И со всеми здоровается. Я же не ревную. Хотя мужской рукопожатие – это символ любви, мужской дружбы, да. Иногда обнимаются на востоке, вон, целуются, лобызаются, как говорят. Ну, мне вот, опять же, мне это лобызание немного чуждо. Мужчины к мужчине даже вот такой щека к щеке. Хотя у многих это считается нормой. Я вот чистой воды натурал в этом плане, на этой жизни, по этой, или вот в плане вот этой вот сексуальности. И мне даже это чуждо. Хотя мужской рукопожатие и объятие, мне, да, это, знаете, прям такой брат такой. Ты выражаешь же любовь, человек. Если он тебя обнял, слушай, значит, он к тебе хорошо относится. Это же проявление любви. Ты врага, так скажем, никогда не обнимешь. Да. Улыбка та же самая. Мы к этому уже стали как-то относиться. Мы же не думаем о природе этих вещей, почему это происходит. Вот. Вот перенесите все это на небесное царство, как Иисус сказал. Будьте как дети. Уберите вот эти все, что сейчас мы живем в матрице, уже у нас только заквашивание, мировоззрение, искаженных вот этих чувств. Посмотрите. Иисус, конечно, говорит, здесь тоже сейчас невозможно посмотреть на детский садик. Да там дети друг друга бьют, орут, кричат. Но Он же говорит о сути. Задумайтесь. Когда вы счастливы, когда вы не завидуете, друг друга любите. У детей. Иисус же почему детей взял, когда рассказал там о муже и жене, Он сказал, что таковых царствий небесное. Не будет там вот этого сексуальной ревности. Потому что не будет разности полов. Там можно будет, там будет законно, можно будет любить всех. В полноте одинаково. Причем и телесно, у нас же тела будет. Мы все знаем, что мы воскреснем по телу. Я надеюсь, меня слушают здравые христиане и все понимают, о чем я говорю. И это исповедуют, потому что воскреснем-то мы в теле. Значит, можно будет. Я говорю, так же дальше. И руки целовать, и сжать их, и обниматься, и, простите, может быть, что-то еще. И это будет законно. Бог временно положил все это для испытания. Заметьте, откуда вот эта ревность? И для чего Бог положил, вы скажете, тогда вот это вот испытание? Я вам скажу, есть такая добродетель, как верность. Именно поэтому, кстати, я и говорю, это дело лично каждого. Ты подвязаясь с одной женщиной в любви, так скажем, в семье, не заводя многоженство, там, многомужество, я вам скажу, что ты познаешь добродетель верности. Хотя ты и с двумя опознаешь, ты же еще на сто не лезешь. Поэтому, вы знаете, здесь такое относительное понятие. И как бы я и говорю, опять, перенесите на дружбу. У меня, может быть, сто друзей, но я каждому должен быть верен. В чем? В обетах любви. Ты друга не имеешь права ни предать, ни обмануть, ни помочь, ни не помочь, да? То же самое и здесь получается. Так если у меня сто жен, в чем моя верность? Я что, могу все равно их обижать? Нет. Я каждый верен в любви, которой я обещался. Тут лишь верность в сексуальное, что я готов тоже возобладать над собой и быть тебе верной, несмотря на все искушения, эти плоды, древо познания добра и зла. Но, опять же, у меня, может быть, две жены. Я же на остальных-то не лезу. Я так же подвязаюсь. Эти-то законные. Они мне, грубо говоря, дали права на то, чтобы я был с ними собоими. Вот и все. Значит, я так же продолжаю подвязаться в верность. Потому что, кто знает, ко всему привыкаешь. У тебя две жены. Я говорю, захочется еще одну, третью, любовницу. Ты опять сможешь себя проверять в верности, но только двум. И вы знаете, это не сильная разница. Потому что, кто знает, ко всему привыкаешь очень быстро. Поэтому для него потом эти две будут, как и для другого одна. Смысл один тот же. Нам всегда хочется чего-то новенького, сладенького. И вопрос этого мужа, пусть и двух жен, верен он им уже или нет. Вот и все. Он тоже так же сможет в верность подвязаться. Так что, вот так вот. Такие мои мысли. Хотелось с вами поделиться. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Назидательно. И вы сделаете из этого вывода. Я все это пишу непраздно. Я терпеть не могу. Хайп. Мне он не нужен. Мне эти все истины помогают подвязаться в совершенстве. Знания являются лишь... Ну... Это вечные споры. Курица или яйцо. Знание или жизнь. Учение или жизнь. Сначала ты понял, потом живешь или ты жизнь. Жить и жизнь. И понимаешь. Это курица и яйцо. Это антиномии, неразрешимые в природе. То же самое. Бог сначала был, потом начал действовать. Или действовал, потом стал быть. Это... Вначале сотворил Бог. Как вначале... Вначале было слово. Так оно было или есть начало? Или оно уже было? Помните, как Иоанн Богослов и Евангель написано? В этой же антиномии. Ладно, я что-то остановиться не могу. Но сегодня все. Всех люблю, целую, обнимаю. Вращаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Пишите ваши мысли. Интересно будет тоже почитать. Какие-то откровения, эмоции. С радостью почитаю. Тема интересная. Вот. Я говорю, она много в жизни дает пониманий. И действительно, мы порой на кого-то вот именно гневаемся. По Матфею мы там читали сейчас праведный, неправедный гнев. Обвиняем людей в каких-то грехах, которые грехами-то, в общем-то, и не являются. Поэтому, я говорю, все это дает фундамент для святой жизни. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok